Приветствую вас, и я увидел, что вы задали точно такой же вопрос в раздел эзотерики. Я думаю, что вы не совсем хорошо понимаете, что нужно для того, чтобы вам помочь. Помочь я попробую объяснить, я попробую также дать вам определенные рекомендации, основанные на той информации, которую вы предоставили. И попробую таким образом вам помочь разобраться в своих проблемах. Но отдельно хочется сказать, что до тех пор, пока вы максимально, полно, подробно не рассказываете свою историю, а именно конкретных рекомендаций, вам дать не получится. Потому что, когда человек задает общий вопрос, то и рекомендации на общий вопрос являются общими. А если человек хочет получить конкретную рекомендацию по своей ситуации, то ему надо раскрыть некие индивидуализирующие черты, которые присущи только проблеме вашей. Вы задали свой первый вопрос в разделе эзотерика. И даже сам вас сказали, что нужны даты, нужна информация о том, что с вами происходит, о людях, которые вместе с вами живут и так далее. Вы задали вопрос психологии, и я, конечно же, понимаю, что вам это важно. Я понимаю, что вас это волнует. Я понимаю, что вы хотите выяснить причины проблем в семье. И вот эзотерики вам сказали, что это недоверие. Так это или нет, неизвестно. Вы не опровергли, не подтвердили данное предположение. Но мне бы хотелось вам, именно с точки зрения психологии, дать такую рекомендацию. Обратите свое внимание на две, на два момента, на два элемента. Первое. Это проблемы в семье. С какого момента они начали происходить? Когда они возникли? Если проблемы были всегда, то вы же с ними по какой-то причине мирились раньше, а теперь перестали. Значит, что-то изменилось у вас. Либо вы сказали другой. Ваш эмоциональный, чувственный фон стал иным. И вы теперь уже не можете воспринимать проблемы, которые у вас есть в семье, так, как воспринимали их раньше. И из-за этого наблюдается конфликт. И если вы следите за моей мыслью, то, наверное, понимаете, что конфликт ваш, это не наличие проблем в семье, которые были всегда. А это ваше отношение. Ваше отношение к этим проблемам. И причина конфликта, причина противоречия, да, это не проблемы в семье. Это ваше отношение к ним. Почему? Какое-то время назад оно было терпимым, а теперь оно другим. Что заставило ваше отношение поменяться? Вот этот аспект и является главным при условии того, что проблемы были всегда. Если же проблемы появились какое-то время назад, то для начала нужно успокоиться и перестать обвинять ваших близких, перестать, может быть, претензии предъявлять к ним. А лучше постарайтесь их понять. Поскольку обращаетесь к нам за помощью вы, то вам и нужно сделать первый шаг в этом направлении и попробовать понять, почему же люди ведут себя именно так, а не как-то иначе, не по-другому. Что заставляет этих людей так себя вести? Вот попробуем ответить на этот вопрос, и тогда вы увидите, как проблемы, в общем-то, перестанут быть проблемами, а станут скорее негативными обстоятельствами, которые можно решить через подбор определенных средств, через подбор методов и так далее. То есть, что есть проблема? Вот когда человек говорит, что у него проблема. Проблема – это неразрешимая задача. А достаточно она может быть неразрешимой, когда? Когда человек не отдает себе отчет от того, как ее решать. А если он не знает, где решать задачу, значит, он, скорее всего, плохо ее понимает. Он не понимает, где именно содержится противоречие, где именно есть конфликт. И решая один конфликт, который не является, скажем, ключевым, основным, да, человек не решает проблему. Человек, скорее, таким образом просто-напросто создает видимость решения проблемы, но на деле он ее не решает. И похожую ошибку допускают все те, кто при возникновении конфликтов начинают ссориться, ругаться, спорить и кому-то что-то доказывать. это не является правильным, потому что взрослых людей не переделать, их не переубедить, а вот понять и направить на то, что они хотят, потому что любые проблемы, это все-таки еще и эффективная страха, а эффективная страха, проблема, это всегда переживания личные, а личные переживания, они вызваны фрустрацией, то есть невозможностью сделать то, что человек хочет, и понимание того, что именно человек хочет, понимание этого аспекта, ну, не в последнюю очередь поможет решить вашу проблему. Вот на этом, в принципе, можно и закончить. Еще раз повторю, что для получения конкретных рекомендаций вам нужно все-таки побольше предоставить информации, вам нужно все-таки немножечко больше рассказать о себе, и тогда мы сможем вам помочь, тогда мы сможем в полной мере увидеть вашу ситуацию и разрешить ее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.